С ноября по декабрь 1941 года там, где ныне высится город Зеленоград, шли ожесточенные боевые действия между советскими и немецкими войсками. Это был последний рубеж обороны столицы. Именно здесь решалась судьба не только Москвы, но и всей нашей огромной Родины. Одним из важных эпизодов битвы за Москву было сражение за станцию Крюково и ближайшие окрестности. Память об этих событиях жива до сих пор. Ребята, сегодня мы с вами пришли к панитнику на братской могиле у станции Крюково. Давайте обратим внимание на скульптурное изображение воина, который стоит на гранитном постаменте. На голове солдата нет головного убора. Она низко склонена в знак скорби по погибшим бойцам. В опущенных руках солдат держит автомат. У подножья постамента находится мемориальная доска, на которой высечено 38 фамилий погибших воинов и надпись «Вечная слава воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне Москвы зимой 1941 года». Самый первый памятник на этом братском захоронении был выполнен из дерева и ориентировочно установлен в 1945 году. Через 10 лет установили гипсовую скульптуру воина, а современный памятник в Крюкове был поставлен совсем недавно. Давайте еще раз обратим внимание на скульптурное изображение воина и внимательно рассмотрим выражение его лица. Ребята, скажите, пожалуйста, какое лицо у солдата? Друстно. Друстно. А еще какое? Друстно, печаль. Скорбящая, да, ребята? Посмотрите, пожалуйста, в своей книжечках и найди лицо скорбящего солдата. Лицо у солдата идущего боляча. Злое, еще какое? Смелое. Смелое. Какое еще? Сердитое. Сердитое, бесстрашное. Строгое. Строгое, отважное. А теперь найдите лицо такого солдата. Солдата, идущего в боль. Солдата, идущего в боль. Так, а еще что-то? Плясали. Ну, танцевали. А кто-то, может быть, писал без письма, да, родлим и близким. Кто-то, может быть, чистил от души. А теперь, пожалуйста, найдите такого солдата. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на скульптурное изображение солдата. Кто назовет одежду солдатами? Дурашка. Ура, да? Галифа, дина, стерка, сапоги. Так. Ремень. Ремень, конечно, спряшет. Теперь обратите внимание на свои планшеты. Изображены солдаты разных армий. Отметьте. Солдата в форме времен Великой Отечественной войны. А кто помнит, какой был сиквел на головной фигуре у советских солдат? Звезда. Звезда, Катя, правильно? Я вам предлагаю с помощью бинокля рассмотреть скульптуру солдата и найти на нем символ звезда. Давайте мы сейчас с вами попробуем на планшетах выложить эту красную звезду. Представьте, как происходила оборона Москвы. Мы с вами сначала посмотрим на схему. Посмотрите, пожалуйста. Вот такая схема боевых действий. Здесь находится столица нашей Родины, Москва. А вот в черной линии проходила граница боевых действий. Посмотрите, немецкие войска подошли настолько близко, вот с этой стороны, к Москве, что можно было даже посмотреть в бинокль на город. Гитлеровские войска начали наступление на столицу нашей Родины. Ребята, давайте попробуем разыграть на Маките бои за деревню Крюково. Обратите внимание, на Маките расположена железная дорога, которая проходит через станцию Крюково. Сама станция Крюково. А вот с этой стороны находится Москва. В атаку яростный сорок первый год У деревни Крюково погибает звон Все патроны кончились, больше нет гранат И в живых осталось только семеро молодых солдат И в живых осталось только семеро молодых солдат Лейтенант из раненых прохлепел вперед В деревни Крюково погибает звон Вот штыки горячие пьет неногат И в живых осталось только семеро молодых солдат Память человеческая о тех событиях жива до сих пор От слова память и происходит слово памятник Которых очень много в нашем городе и его окрестностях В память о погибших солдатах Давайте возложим цветы к подножью памятника Будут плакать матери ночи напролет В деревни Крюково погибает звон Не сдадут позиции, не уйдут назад И в живых осталось только семеро молодых солдат Где погиб со славою тот бессмертный взвод Там шумит, шумится сна высокая Птица гнезда бьет Там шумит, шумится сна высокая Птица гнезда бьет Там шумит, шумится сна высокая Птица гнезда бьет Там шумит, шумит, шумится сна высокая